Антон Павлович Чехов. Краткая анатомия человека. Одного семинариста спросили на экзамене, что такое человек. Он отвечал, животное. Путуров немного прибавил, но разумное. Посвященные экзаменаторы согласились только со второй половиной ответа. Первый же улепили единицу. Человек, как анатомическое данное, составляет скелет. Или, как говорят фельдшера, или классные дамы, скелет. Имеет вид смерти, покрытый простынью, бужает насмерть. Беспроснет же не насмерть. Голова имеется у всякого. Но не всякому нужна. По мнению одних, дана для того, чтобы думать. По мнению других, для того, чтобы носить шляпу. Второе мнение не так рискованно. Иногда содержит себе мозговое вещество. Один околоточный надзиратель в присутствии, а даже на вскрытии скоропостижного умершего. Видал мозг. Что это такое? спросил он доктора. Это то, чем думают, отвечал доктор. Околоточный надзиратель презрительно усмехнулся. Лицо. Зеркало души. Но только не у адвокатов. Имеет множество синонимов. Морда, физиономия, физиофизиомордию, абразина, рыло, харя и прочь. Лоб. Его функции стучать об пол при испрощении этих благ. И биться сену при неполучении этих благ. Очень часто дает реакцию на медь. Глаза, полемейстеры головы блюдут и на ус смотают. Слепой подобен городу, из которого выехало начальство. Вне печали плачут. Нижние беспечальные времена плачут только от умиления. Нос дан для насморков и обаяния. Политику не вмешиваются. Извелик получался в улечении табачного акциза. Чего ради? Может быть и пришлищен к полезным органам. Бывает красен. Но только нет вольнодумства. Так погладают, по крайней мере, сведущие люди. Язык. По цицерону враг людей и друг дьявол и женщин. С тех пор, когда носы стали писаться на бумаге, остался за штатом. У женщин и змей служат органом приятного времяпровождения. Самый лучший язык. Вареный. Затылок. Нужен одним только мужикам. На случай накопления. Недоимки. Орган для расходившихся рук крайне соблазнительный. Усы любят дверные щели, открытые окна, высокую траву и тонкие заборы. Руки пишут фильеттоны, играют на скрипке, ловят, берут, ведут, сажают, бьют. У маленьких руки служат средства для пропитания. У тех, кто побольше для отличия правой стороны. От левой. Сердце. Местелище патриотических и многих других чувств. У женщин постоянный двор. Желудочки заняты военными. Прецепция штатскими. Верхушка мужем. Имеет вид червоного туза. Талия. Ахиллесова пятка читательниц модного цвета. На тучи свеки прапорщиков идеалистов. Любимое женское место у молодых женихов. И у продавцов корсет. Второй наступительный фунт при любовно-объяснительной атаке. Первым читается поцелуй. Брюшко. Орган не врожденный. А влагоприобретенный. Начинает плести с чина надворного советника. Статский советник без брюшка. Недействительный статский советник. Каламбур. Ха-ха. У чинов ниже надворного советника. Называется брюхом. У купцов нутром. У купщик утробой. Микитки. Орган науки не исследований. По мнению дворников находятся пониже груди. По мнению фельдфебелей повыше живота. Ноги растут из того места, ради которого природа березу придумала. Большому потреблению почтальонов, должников, репортеров и посыльников. Пятки. Место побывания души. Упривнився мужа. Прогурився обывателя. И воина бегущего с поля брани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин